Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Пить здоровью вредит. Законодательство не в силах запретить распитие спиртных напитков в жилых домах. Батут, мягкие наушники, шрифт для незрячих – все это придумали дети. Во всем мире сегодня отмечают День детских изобретений. Крещенские купания в проруби. В Рязани сотрудники МЧС занимаются обустройством единственной официальной купели. Здоровье и благополучие россиян волнуют миллионы людей. Законодательство каждый год претерпевает изменения. Но остается вопрос, почему нельзя пресечь распитие спиртных напитков в жилых домах вблизи школ, детских садов? По закону возможно лишь конфискация алкогольной продукции. Но закрыть учреждение, нелегально торгующее спиртными напитками, нельзя. О проблемах города в материале Марина Комиссаровой. Что на самом деле скрывается под вывеской «Спортклуб-чемпион», расположившимся в жилом доме номер 9 по улице Крупской, нам рассказали жильцы этого дома в письме, присланном в редакцию. Здесь, прямо напротив средней общеобразовательной школы, среди бела дня продают алкогольную продукцию. И самое страшное, что закрыть, согласно закону, это заведение нет возможности. Обшарпанная дверь, странная вывеска «Спортклуб-бар» и свежие следы крови на снегу возле крыльца. Это и есть камень преткновения, который серьезно беспокоит жителей дома номер 9. В письме местная жительница Виктория сообщает о том, что бар работает с 7 утра и уже в такую рань здесь толпится народ. По словам обратившейся к нам женщины, самое страшное, что смотреть на выпивающих людей волей-неволей приходится детям, идущим в школу и из школы, расположенной прямо напротив чемпиона. У нас очень много детей маленьких, которые ходят в детский этап, в школу, и очень неприятно, когда мимо проходишь, а там нецензурно выражаются, все ужасно выглядят, все грязные, побитые. Если это лето, то это вообще целыми днями они там круглосуточно стоят, заясняют отношения, и очень страшно мимо них просто так ходить. Между тем, в заведении утверждают, что ничего не нарушают. Вы как считаете, это нормально с морально-этической точки зрения, напротив школы? Ну, вообще-то по закону сколько там должно быть? 50 метров, по-моему. Но здесь же больше 50 метров. Ну, если полиция какая-то приглядит, или какие-нибудь другие люди, дистанционные в их усилении, клиенты разбегаются, продавщица знает, что сказать. Жители дома неоднократно жаловались в полицию. Но все, что могут сделать сотрудники правоохранительных органов, это наложить штраф за административное правонарушение. А бар, несмотря на тщетные попытки жильцов обезопасить себя и своих детей от нетрезвых, незваных соседей, все так же продолжает функционировать. Ну, я лично писала очень много жалобов в полицию, в прокуратуру. У меня есть письма от них. И просто в них написано, что да, действительно, это заведение, очень часто на них поступают жалобы. Но лицензии на продажу алкогольной продукции у них нет. И почему это не закрывается, я тоже не могу понять. В соседнем доме, к слову, открытая дверь в такое же питейное заведение. Сотрудники и посетители которого утверждают, что продают исключительно чай и кофе. Если к нам приходят люди, ну, пьяные, да, но это же не значит, что они пили здесь. У нас играют в шах, в шашки, в нарды. У нас есть чай, кофе, пиво. Единственное, из-за алкогольной продукции у нас пиво. Законодательство Российской Федерации не предусматривает никаких серьезных санкций относительно подобных заведений, в которых нелегально продается алкоголь. Штраф – это все, что грозит нарушителям. В случае, если попались. Частные предприниматели выплачивают назначенную по протоколу сумму и продолжают свою деятельность. 99 лет сегодня исполнилась комиссии по делам несовершеннолетних. На протяжении всего времени структура продолжает обеспечивать правовые условия и гарантии для социального становления несовершеннолетних. Особое внимание уделяется детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, их адаптации и реабилитации. Комиссия призвана координировать деятельность всех государственных органов и общественных организаций, осуществляющих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. В состав комиссии по делам несовершеннолетних Рязанской области входят представители правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, управление образованием, учреждения здравоохранения, соцзащиты, отделы по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также представители духовенства. В комиссии по делам несовершеннолетних работают неравнодушные люди, уверенные в том, что жизнь каждого ребенка есть величайшая ценность. Люди, обладающие такими уникальными качествами, как душевная доброта и твердый характер, те, которые призваны не только понять, а защитить от насилия, жестокости и неверного шага. В настоящее время в инспекции по делам несовершеннолетних Железнодорожного района города Рязани состоят на учете 21 семья. Данные семьи были выявлены в ходе рейдовых мероприятий, проводимых как совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, так и индивидуально подразделениями именно отдела полиции номер 3. Выявлялись факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей. Когда недостаточным образом защищались со стороны родителей права и законные интересы подростков, данные факты были зафиксированы. На родителей составлены протоколы по статье 5.35 Административного кодекса Российской Федерации. Протоколы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, коллегиально они были рассмотрены и принято, естественно, решение о постановке на профилактический учет. С данными семьями проводится работа целенаправленная и очень кропотливая, поскольку для того, чтобы родители изменили свое отношение к детям, изменили свой образ жизни, работа должна проводиться практически системно. И результаты такой работы, они видны не сразу. Поэтому мы очень бываем довольны и рады, когда родители перестают употреблять алкогольные напитки, когда вспоминают о том, что у них есть дети, начинают ходить с этими детьми в школу или в детский сад. Вот основной, в общем-то, результат нашей работы. Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений. Датой праздника выбран день рождения американского ученого, изобретателя и дипломата Бенджамина Франклина. Он в 12 лет изобрел ласты для плавания, которые надеваются на руки. Среди других изобретений детей можно перечислить батут, снегоход, шрифт Брайля для незрячих, пластилин, леденцы от икоты, мороженое и фруктовый лед. О том, в каких направлениях думают юные рязанцы-изобретатели, в материале Ирины Ковалевой. Если ваш ребенок с упоением играет в конструктор Лего, его интересуют вопросы программирования, и он явно неравнодушен к роботой технике, не спешите отмахиваться от подобных увлечений вашего чада. Лучше предложите ему начать обучение в робошколе. Тогда, вполне возможно, в будущем он станет известным изобретателем. Думаете, это нереально? Вовсе нет. Лучшим доказательством этой вероятности является внушительный список изобретений, созданных детьми, а также успехи, которые сегодня делают юные воспитанники робошколы. Мы приглашаем детей, они приходят, смотрят, мы им показываем вообще, что это такое, потому что вот так вот заоблачно сказать робототехника, это кто-то представляет, кто-то нет. Когда ребенок трогает, он, естественно, этим всем проникается, и, соответственно, загорается маленькая искорка, которая дальше перерастает, скажем так, в большой костер идей, которые непосредственно потом они реализуют. В нашем городе робошкола работает уже на протяжении пяти лет на базе радиотехнического университета. Его воспитанники успешно выступают на различных фестивалях и создают свои собственные изобретения. Дмитрий робототехникой увлекся еще в школе. В десятом классе он пришел заниматься в робошколу, а сегодня успешно преподает в ней и учится в радиотехническом университете на первом курсе. Кажется, о роботах он знает все. Есть такой стереотип, что действительно роботы, они должны быть какие-то большие машины, которые двигаются, возможно, даже сильнее человека. На самом деле это не совсем верно. Роботы бывают совершенно разные. Они могут быть и очень маленькие, и очень большие, выполнять интеллектуальную работу или выполнять какую-то грубую работу муторную, чтобы заменить человека. И вот мы как раз занимаемся здесь какими-то разработками роботов все-таки поменьше. То есть с крупными роботами и работать тяжелее, опаснее. А вот мы стараемся создавать маленьких роботов, которые будут интеллектуальными. Роботы, созданные юными изобретателями, играют в футбол, соревнуются в качестве борцов с умом, но некоторые наделены более серьезными функциями. Так, например, одна из разработок Дмитрия и его коллег по цеху – робот, который мог бы самостоятельно проводить разведку на заданном программой маршруте. Но, к сожалению, в процессе испытаний произошла небольшая авария, и пока работа по этому проекту приостановлена. А вот еще одна разработка Дмитрия. Это не совсем моя идея. То есть вот есть такое колесо замечательное, немного необычно выглядит. Его придумал около века назад человек по имени Илон, по имени уже не помню. Его суть заключается в том, что оно может ехать не только вперед-назад, но и двигаться боком. То есть если у вашего робота будет два колеса, и начать их вращать в разные стороны, то колесо поедет боком таким вот образом. Какие есть в этом перспективы? То есть можно, например, на автомобиле выполнять параллельную парковку без проблем. И хотя придумал этот другой человек, Дмитрий создал уникальную схему, благодаря которой такое колесо можно распечатать на 3D-принтере. Наверняка юные изобретатели еще не раз нас удивят, ведь давно доказано, дети, чье мышление пока еще не загнано в определенной рамке способны мыслить иначе, чем взрослые. Наверное, именно поэтому они так часто становятся авторами незаменимых изобретений. В этом году крещенских морозов не ожидается. Однако уже завтра многие люди будут готовиться к тому, чтобы по традиции окунуться в проруби. На праздник крещения в Рязанской области будут обустроены 43 купели. В городе появится только одно официальное место для купания. Но создавать свои собственные купели на водоемах не запрещено. Контролем за ними также будут заниматься сотрудники МЧС. В ночь с 18 на 19 января на озере Ореховом ожидается появление нескольких тысяч человек. Сегодня сотрудники МЧС занимались подготовкой места для купания, расчищали площадку перед будущей прорубью, для того, чтобы люди могли спокойно к ней пройти и подготавливали саму купель. По прошлым годам, в прошлом году было порядка 3,5 тысяч человек. Прошло через купель. Происшествие не допущено. Были выставлены пункты обогрева, также переодевалки мужская, женская. И была живая очередь для того, чтобы искупаться. Кроме того, с обеих сторон при подходе к купели будут установлены рамки. На месте будут дежурить сотрудники полиции, чтобы не допустить происшествий, а также проникновение выпивших граждан на территорию. Медики и сотрудники МЧС также будут служить во благо гражданам. Опасность может быть в том, что когда большое количество народа, то лед начинает подмываться. За этим постоянно следят спасатели, инспектора, ГИМС. Это все держат на жестком контроле. Как минимум 10 спасателей будут дежурить на Орешке до утренних часов 19 января. У них есть необходимое оборудование, водолазные костюмы, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств броситься на помощь гражданам. Стоит сказать, что в регионе будут подобным образом организованы еще 42 купели. А те проруби, которые смастерят сами граждане, также будут находиться под контролем спасателей. В завершении хотелось бы добавить, что бесконечные перепады температуры воздуха приводят к тому, что лед на водоемах региона местами остается тонким, поэтому люди должны быть осторожнее. МЧС предупреждает рыбаков о необходимости брать с собой на рыбалку прочную веревку с грузом, чтобы в случае ЧП можно было помочь своему товарищу, а родителям не оставлять своих детей без присмотра вблизи водоемов. В очередной раз сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность наркоторговцев. В Рязани был задержан злоумышленник, который подозревается в попытке незаконного распространения героина. У него было изъято около 50 граммов наркотического вещества. Подробнее далее. В полицию поступила информация о том, что в московском районе Рязани одновременно в нескольких местах появились мелкие партии героина. Сотрудники полиции предположили, что злоумышленники пытаются организовать на окраине города сеть тайников для незаконного распространения сильнодействующего наркотика. В ходе отработки этой версии оперативники вышли на 39-летнего мужчину, который ранее несколько раз на короткий период приезжал в Рязань из соседнего региона. По характерной интернет-активности, которую он проявлял в это время, полицейские предположили, что приезжий мог делать закладки. В очередной приезд в Рязань мужчина был задержан. При личном досмотре у мужчины были обнаружены 25 небольших самодельных контейнеров, в которых хранилось порошкообразное вещество. Экспертиза установила, что у злоумышленника нашли расфасованное небольшими дозами сильнодействующее наркотическое средство – героин. Всего было изъято около 50 граммов наркотика. В отношении злоумышленника за попытку организации незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Развитие спорта в советские годы открывало возможности практически каждому ребенку добиться результатов. Позднее ситуация стала затруднительной. Серьезно заниматься в секции лет 10 назад могли те, кто проживал в крупных городах. Однако сейчас и в районах появляются хорошие спортивные комплексы. Они дают возможность юному поколению, независимо от места проживания, начать путь по завоеванию спортивных вершин. На берегу Аки в древних местах боевой славы поблизости от городища Старая Рязань на родине Евпатия Калаврата. Не случайно возник этот спортивный клуб, названный в честь древнего богатыря-героя. С 15 декабря прошлого года клуб Евпатий Калаврата открылся как физкультурно-оздоровительный комплекс. И это стало прекрасной новостью для детей и взрослых, которые отныне могут заниматься на новых условиях. Буквально сразу потянулись ребята из соседних со спаском населенных пунктов и ученики местных школ. Занимаются разные возрастные группы, соответственно, и девочки, и мальчики, начиная от 10-12 лет. Кто-то занимался раньше джиу-джитсу, потом перешли, соответственно, уже в ММА. На деле это безопасный совершенно спорт, я так считаю, насколько разрабатываются все мышцы на теле. И если ты будешь корректно себя вести на тренировку, то достаточно будет тебе просто выступать на соревнованиях. Многофункциональный комплекс площадью 1700 квадратных метров с бассейном, футбольным залом, залом борьбы и бокса. На этой базе можно готовить спортсменов, которые будут добиваться хороших результатов и развиваться в ногу со В прошлом году я ездила на чемпионат мира в Италию. По ММА я стал первым. И по бразильскому джиу-джитсу тоже так же стал первым. Естественно, я буду добиваться высших результатов, становиться мастером спорта, заслуженным мастером спорта. И, может быть, попробую себя в профбоях. Заниматься спортом в комплексе могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. В планах развивать здесь бочу и плавание паралимпийские виды спорта. Но стержнем главной составляющей деятельности ФОКа остаются единоборства, в том числе динамично развивающиеся бои ММА. Нельзя быть, допустим, борцом, нельзя быть боксером. Нужно быть разносторонним. Если у тебя слабый бокс, то в ММА делать нечего. Если у тебя слабая борьба, то там тоже делать нечего. У нас в нашем комплексе все здесь создано для того, чтобы ребята развивались в том или ином направлении. Дмитрий ведет тренерскую деятельность с 2013 года, с тех пор, как защитился у всемирно известного бойца Федора Емельяненко. Этот момент можно считать началом долгого процесса развития любительского ММА в Спаске-Рязанском. Сейчас в клубе квалифицированный тренерский состав каждый способен передать своим предопечным не только технику и развить физически, но и зарядить духовно. Кто-то из этих ребят в будущем может стать великим спортсменом. Рязань богата на таких людей. Для большей мотивации юного поколения хотелось бы привести живой пример. Сотрудник рязанской полиции Дмитрий Марченко не так давно вошел в пятерку мирового рейтинга по джиу-джитсу. Подробнее далее. Международная федерация джиу-джитсу подвела окончательные итоги за 2016 год. В числе лучших в мировом рейтинге оказались два сотрудника УМВД России по Рязанской области – Ольга Медведева и Дмитрий Марченко. В пятерке мирового рейтинга оказались воспитанники заслуженного тренера России Александра Кудинова. Заслуженный мастер спорта России Ольга Медведева – двукратная призерка чемпионата мира 2016 во Вроцлаве в Польше в разделе «Файтинг поединки». В весовой категории до 62 килограмм расположилась на пятой строчке мирового рейтинга – это лучший показатель среди российских спортсменок. Также пятую строчку в мировом рейтинге занимает мастер спорта России международного класса, победитель и призер чемпионата мира в том числе и 2016 года, причем дважды – Дмитрий Марченко. В разделе «Файтинг» в весе до 94 килограмм суммой 400 очков рязанский полицейский выдает лучший показатель среди российских спортсменов в этой категории. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте, официальных группах, в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова